Здравствуйте, дорогие друзья! Бритьё, бритьё, бритьё. Утро, суббота. Начиналось хорошо. План был простой. Раз в 5 часов на праздник, я в 5 часов уже месяц с любимой должен сидеть за столом, то с утра встанем, быстренько сделаю свои дела, запишу бритьё и спокойно уже выбритый на праздник. Но как это иногда бывает, жизнь любит над нами чуть-чуть постебаться, проверить твою шкуру на прочность, сколько там, 5 миллиметров или 3 сантиметра. Ну и так шпильки начинает подсовывать. Сами с тобой стали образовываться всякие дела, якобы требующие твоего срочного вмешательства. Времени на бритьё оставалось всё меньше и меньше, нервозность возрастала. И когда крышка чайника уже начала подпрыгивать, потому что я понял, что ничего не успеваю, потому что много интересных вещей, которые я хотел бы вам показать. Это и раритеты, и опасная бритва и прочее, прочее. А всё это требует подготовки. Не выйдешь же, не просто не скажешь, во, смотри, вот это железка 30-го года. И чё? Надо же. А время на это нет. И я понял, что пора ситуацию решать. Я послал всех нахер. Мысленно. А внешне? Внешне просто отпустил ситуацию. Пришло осознание того, что нужно бриться тем набором, который максимально прост, понятен, доступен и тебе известен. Так родился тот комплект, который сегодня будет на обзоре. Главных героев вы знаете. Есть новинки, есть. Но главных героев всё-таки вы знаете. Поэтому вы пока идите, смотрите, что у нас там. А я начинаю тут уже спокойно дальше разруливать ситуацию. Подготовка, то всё, догоняйте. Старый добрый прогресс лонг опять у нас в гостях. Все вы его знаете, но тем не менее, давайте пробежим по основным характеристикам. Длина ручки 95 мм. Длина головы 42 мм, по-моему, да, если мне память не изменяет. Да, 42 мм. Ширина головы 26 мм. Вес станка 101 грамм. Комфортный для меня вес. Станок регулируемый. На ручке стоит отметка. Путём вращения вы сможете полностью снять голову. Одеть то лезвие, которое вам сегодня будет служить. А нам сегодня послужит пермошарп супер. Нормально так упаковано, да? И собираем станок. Прежде чем собирать, убедитесь, что риска с одной стороны будет совпадать с треугольником на самом станке. Видите, стоять, Маруська. Всё правильно? Да, всё правильно. Как делаете вы, я не знаю. Я делаю так. Закручиваю до конца. Вижу эту точку. Как правило, у меня всё время совпадает с пятёркой. Но не пятёрка здесь начало. Начало здесь... Ну, можно сказать, в моём случае это пятёрка начало. На самом деле, в большинстве случаев, когда это было с рапирой платином, я уходил на тройку и брился на тройке. Для меня это было вполне себе комфортно. Но сейчас у нас совершенно другое лезвие, пермошарп. Насколько оно будет отличаться от рапиры, я не знаю. В принципе, вы можете регулировать. Вот смотрите, дошли до пятёрки, потом пять плюс, потом единица. И так крутить-крутить до тех пор, пока лезвие не начнёт вот так вот дребезжать. И вы поймёте, что уже всё, бриться нельзя. Поэтому здесь, по идее, больше 12 позиций. Но если вы начинаете с новым лезвием, и я не знаю, как вы сделаете... Вот лично я сейчас намереваюсь сразу поставить на тройку. Сделать на тройке первый проход, или хотя бы первые два-три движения. Эти движения дадут мне понять, чего ждать от этого станка на этой позиции. Исходя из этого, будем уже корректировать. Или уходить на двойку, что маловероятно, или прибавим агрессивности. До четвёрки, скажем. Хрен с ним. Давайте сразу четвёрки начнём, чего голову морочить. Посмотрим, что у нас с головой. Слезаем, вылет нормальный. Полёт хороший. Но на этом станке другого быть и не может. Помазок. Помазок у нас сегодня первый кабанчик, который я держу от компании Яки. Диаметр этого помазка я увидел как 26 мм. Хотя там спорный момент 25 или 26. Высота узла 54, высота ручки 65. Клевая шишка, как и у всех этих помазков, да, присутствует. И здесь она также в районе где-то сантиметр-полтора. Не более того. Видите, вся длина у нас уходит на 54. А тут вот так вот трц засела. Меня это не смущает. Кого смущает? Смотрите, парни. Верх чёрный, низ красный. Пластик хорошего качества. На попе у нас печать. Яки, браш. Те, кто сделал. Ну и ещё написано Professional. На ощупь, ребята, ярко выраженный кабан. О, первый волосок вылез. Прикольно. Вот упругая мощь. Это вот всё, что я пока могу сказать. Что будет дальше, посмотрим. Но пока, конечно, впечатляет. Пока нравится. 93 грамма. Вес подходит тоже. Мыло True Fit Hill, ребята. Сегодня Трафальгар, который любезно нам предоставил опасную бритву РФ. 6,8 унций. По-русски 190 грамм. Упакованы, конечно же, красиво, мощно и по-дорогому. Ну, в принципе, чего ожидать от мыла. Столетней истории. Тут ребята работают с какого года. Что тут написано? С 1805. То есть, ну, короче, сами понимаете, традиции-то есть. А выглядит это крем вот так вот. Пластиковая баночка внутри. Со всеми необходимыми надписями. Пахнет. Тут для меня загадка. Дело в том, что по информации с сайта, там должен быть и сандалы, и кедр, и прочее, прочее. Я этого не чувствую. Я чувствую праздник лимона. Праздник такой, знаете, лимонника. Что-то такое прям. А-а-а, бонзай, гуляй, все. Вот такое что-то вот есть. Классный, хороший, очаровательный запах. Но не тот, что написан на сайте, как он будет показывать себя в действии. Мы, конечно же, узнаем. Так, а что я его не потрогаю-то? Правда крем мягкий? Даже продавливает. Не надо, палец сам утонет. Вот. Лосьон. Лосьон Антоха нам прислал из Москвы. Вот сегодня его и запустим. Как оказалось, когда парни увидели его на распаковке, говорят, да ты что, да это мой тоже любимый. Оказывается, это чуть ли не народный герой. А я и не знал о таком. А вот теперь, благодаря Антону, мы, конечно же, о нем узнаем. Пурхом, лосьон, после бритья, лошен, спрей, бла-бла-бла, мен, энерджи, платинум. Ну вот, много букв. Мужчина, энергия, платинум, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Кто его делает? Надо загуглить. Наши, не наши, нет? Все, он будет сегодня. Кстати, запах предварительно нюхал. Ну, так, прямо мужской, душевный, хороший. А деколон номера сегодня будет Trufit Hill Grafton, который любезно вам предоставил. Опять же, опасная бритва RF. Это пробник. Я уже пробовал, я уже наносил. Впечатление имеется. И не только мое, но и любимое тоже. Все, в путь. Пришив. На сухой маленечко нанесем. Крема. Так, чуть-чуть влажненько сделаю, чтобы он разошелся. Парни, какой же запах. Просто офигурающий. Это настоящий запах. Это что-то лесное. Лиственных ничего нет. Сандал далеко-далеко, но фоном вместе с лимоном. И он создаёт такую гармонию, чтобы просто очуметь. Да, есть ещё какие-то травы, но не это главное. Вот конгломерация вот эта. И лимон, я его там чувствую не каким-то острым, дерзким, неприятным, таким, знаете, нервозно-агрессивным. Нет. А наоборот, завучим, приятным, весёлым, каким-то, значит, фееричным. Таким, который создаёт приятный фон, а не нервозность. Вот прям, о, запах очуметь. Ну, что, прям компресс. Хорошо. Ну, что-то у нас ушло. До конца убирать не будем. Всё равно сейчас его набирать. И по большому-то счёту смысл. Помогок у нас уже замочен. Убираем лишнюю влагу. Заходим в баночку. Ну, смотрите, каким бы крем мягким-то ни было, тем не менее, он не прогибается под кабанчиком-то. А пенку, смотрите, начинает давать, загружается. Значит, нет. О, второй волосок вышел. Значит, нет необходимости его как-то там отщипывать, наносить на помозок и там уже дальше куда-то идти. Можно, в принципе, прям в банке забирать. Ну, смотрите, уже до середины узла дошло. Хватит, наверное, уже чего. Если чего, всегда заберём. Так. Ну, давай. Так, крупный план, да? Ну, я вас так сразу лучше стал видеть. Что-то какие-то вот такие были. А сейчас я вон, нормально. Так, ну, поехали. Покажи, что могёшь. Ммм. Густющий крем. Это не сливки. Это какой-то аллибастер прямо. Срочно, срочно надо воды добавлять. Вот этим бриться нельзя. Надо брить вот этот поставь и повиснет и висеть будет. Так, добавляем водички. Парни, какой же очуменный запах. Трафальгар. Я тебя люблю. Очуметь. Просто очуметь. Дед Мороз увидел бы, зашёл бы за ёлочку и стал бы грустить, грустить, грустить. Потому что ему тут ловить точно нечего. Посмотрите, как шикарно всё. И чего? Первый шарп на четвёртой позиции. Покажи, что могёшь. А тут вообще когда-нибудь что-нибудь росло? Хм. Вообще, парни, когда привыкаешь к этому станку, громадности головы не замечаешь. И только спустя какое-то время, если вот другими бриться, а потом к нему переходить, блин, башка-то действительно не маленькая. А потом привыкаешь и опять перестаёшь это замечать. Так вы будете попcando отношения. Когда мы 얘기cemos, ясковlig. « 3Q2» Еل várias нов Operations. Ясковlig. Да, яскова. Что-то, надо거나. Вот так н 365. аефолок, в куле и кука, в куле. Ребята, сами того не осознавая, вот с этим лезвием на этом станке, поставив на 4, я сам для себя попал в десяточку. Вот сейчас вот первый раз прошел, снес очень хорошо, очень хорошо. На второй проход мыло, крема осталось, блин, помазок можно даже не трогать. Вот так рукой повозюкать и пройти еще раз. На второй проход на четвертой позиции, пожалуй, нет. Не то чтобы ссыкать, необходимости не вижу, какой смысл. Выставлю на четверочку, ой, на троечку, на троечку. И второй проход уже пойду на тройке, потому что уже хорошо, хорошо. Так, чуть-чуть водички. Это не помазок, это чума какая-то. В нем нет агрессивности наших сержантов от прораза. И же с ними. То есть этот, как его на Омега, или кто их там делает, ну да. Здесь бух, 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 пертая мощь. А здесь мощь гибкая такая, какая-то, знаете, тягучая. Прям, прям интригует. Ну, вообще, интересный кабанчик. Посмотрите, с какой легкостью он выходит на раскоряку. Причем не полную раскоряку, когда ты его раздавил, расплющил, и там уже практически до клеевой шишки дошло. И он тужится, пыжится. Блин, ну что ты со мной творишь? Ты слышишь совесть-то иметь? Нет. Он не дает повода доводить до такого состояния. Она в полу раскоряку и работает именно волосами, ну, в смысле, шерстью своей. А до клеевой шишки там еще как раком до Шанхая. Пена радует. Второй проход, она даже еще не заикается. Слышь, я тут вроде что-то сделала. Давай я там маленечко спаду. Нет? Даже намека нет. Нет. Смотрите продолжение в следующей серии. Непонятно для меня, что-то полный комфорт, а вот эта фигушка сбитая все-таки появилась. Смотрите продолжение в следующей серии. Мне что-то говорить даже ничего не надо было, просто вот это уже видно, это чувствуется. Еще водички, что-то ты уже гостющий. Я ждал этого момента и мне было несколько тревожно. Не то чтобы ссыкотно, в конце концов я-то что, я просто переживал, вдруг еще раз обосрется, это было бы неприятно. Ребята, третий проход, никто не обосрался, вы посмотрите на эту пену. Что? Спадывать? Куда-то там падать? Вы что, это вы не ко мне, это за угол зайдите, это там, у меня все, у меня там, ух, вот оно. Отлично. Я вот сейчас, это точно Труфит Хилл? Потому что крем-то обалденный, смотрите как все. Прям лялечка. Я уже за запах не говорю, но об этом в конце. Третья остается, на двоечку не буду перегонять, хотя, по приколу, давайте попробуем, что из этого получится. Так, на двоечку. Ну не, как по звезде ладошка, нет, тут уже надо это. О! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Качество великолепно, самый натуральный дельфин, just beautiful, just perfect, ни сучка, ни задоринки, просто обалдеть. Так, автошейф, автошейф, мужская энергия, или как ты у нас тут называешься, мужчина, энергия, тар-та-там. Антоха, еще раз тебе огромное спасибо за то, что прислал эту штуку, сейчас попробуем. В принципе, про флакон тут, ребят, что рассказывать, обыкновенный флакон, точно таких же флаконов шипрок приходит, дырка там нормальная, поэтому когда будете наливать, осторожненько, можно лишнего приколить. Хорошо. Ребята, он спиртовый, он наш, он драчевый. Хорошо. Вы знаете, эффект схож с тем, как будто ты вот банки попарился, а потом выскочил, с голой жопой, совсем там, вот все еще есть, все голое. И вот такой распаренный флакон, пиз, дык, ля-ля. И когда ты вот это делаешь, ой, как же это хорошо. Первый раз спиной разворачиваешься, вот так вот, джжжж. Ой. Вот примерно такие же ощущения. За что я люблю вот эти вот алкогольные лосьоны. Они дают этот эффект. Вначале шок, потом прогрев, а потом вот это вот аура успокоения и прогревания. Это просто обалдеть. Запах, запах хорош, ребят. Хорош, но, скажем так, он действительно простой. Он простой, хороший запах. В принципе, плохого о нем ничего не могу сказать. Хорошего, хорошего то, что он мужской. Это никакой не унисекс, это мужской. Это бодрящий. И такой, знаете, как это вот с оттенком брутальности что-то. Вот такой запах есть. И почему-то у меня перед глазами все время машины мерещат. Это типа там Бэмки, Мерсы или еще чего-то такого. Хотя он сам-то недорогой. Какие Бэмки, какие Мерсы. Ну, знаете, что-то вот такое вот есть. Может быть, из-за той картинки, которая на нем нарисована. Потому что она, знаете, такая строгая. Строгая изящность. О, в нем и внутреннее, и нарушнее совпадает. Тут никакой вольготности вот этой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-фа-фа. Нет, ничего нету. А вот, знаете, ух, опять же, без перегиба. Мужланство, еще что-то нет. Здесь не ждите. Здесь элегантная мужская линия. Прямо молодцы. Молодцы, ребята, хорошая штука. Насколько я понял из ваших комментариев, он что-то стоит где-то в районе 150 рублей. Ребят, да, конечно, братья-то тут даже к бабке не ходи. Хорошая штука. А вот одеколон, который прислала опасная бритва РФ. Называется TrueFit Hill Grafton. Тут совсем другая история. Это к мужской составляющей добавляется еще какая-то, знаете, такая изысканная элегантность. Это не что-то брутальное. Это запах чего-то дорогого, вкусного и хорошего. Знаете, вот как заходишь в какой-нибудь серьезный офис, и там вот обязательно присутствует... Нет, у нас в наших офисах так я не слышал, что пахнет. Там за бугром. С другой стороны, кто бы и вас там за бугром по офисам шлялся. Хорошо пахнет. До мола, когда вы знаете, в парфюмерную часть мола заходите, там бум, массированный удар. Нет, не дотягивает. Вот этот молный запах возьмите, разделите частей на 8. Вот это вот оно будет. Приятно, интересно и хорошо. К сожалению, он не очень понравился моей любимой, а мне понравился очень. Вот как вот эта вот ее нелюбовь. Ну, да нет, там ярко выражено нелюбви нет. Ну, ничего так. Меня это глубоко возмутило, потому что мне-то очень даже что. Ну, ничего так. Ну, блин, как я с этим жить буду? Ребят, хорошая зачетная штука. Мне однозначно понравилось. Ввиду того, что любимая ярко выраженного и интересного не проявила, пожалуй, покупать отдельно такой баллон я бы не стал. Но я чрезвычайно благодарен опасной бритвы РФ за то, что у меня есть пробник. Когда любимая не будет рядом, там, на работу, к подружкам, на девичьим, а, так иногда бывает смотрится. О, это будет мой надеколон номер один. Ну, на самом деле для меня важно, чтобы нам нравилось обоим. Потому что для кого я брызгаюсь-то? Для себя, что ли? Ну, нет, нет. Для нее. Да вы сами все это знаете, что я вам рассказываю. Ребят, станок. За прогресс можно говорить бесконечно, а можно говорить ничего. Потому что это давно состоявшаяся парадигма, константа, линия, которая, знаете, вот как ледокол. Вот идет себе ледокол. Лед про него может думать все, что хочет. А ледоколу похер. Он есть, он идет, он шел и он будет идти. Вот это вот тот самый ледокол. Про него можно говорить хорошо, можно говорить плохо, можно вообще ничего не говорить. Но каждый человек, который возьмет этот станок в руки, он от него что-то получит. Кто-то получает много, кто-то получает чуть меньше. Кто-то вообще с ним не расстается, потому что он ему дает немного, а дает все. И на самом деле этот станок способен отдать за счет того, что он сбалансирован как внешне, так и изнутри. Те 12 позиций, которые вам будут позволять настраивать те лезвия, они вам будут в помощь. Вы как от плюса, так до 5 плюс с оборотами можете там с промежутками понавоставлять все что угодно. Вы можете поставить, начиная как с японского, вот этот ДС, который сняли с производства, который там по агрессивности, по-моему, не нулевой, а там минус 3 или минус 5, шучу, нет таких. И заканчивая тем, что он будет приближаться уже к 41-й голове, ну конечно до нее не дойдет, нет. Но будет приближаться к 41-й голове и лезвие уже начнет вибрировать, если вы выставите на максимум. Говоря тем, что смотри, смотри, уже красную линию зашли, сейчас движок уже на разрыв работает, это он все дает. Вес, сбалансированный вес 100 грамм, это супер, это просто здорово. Сама по себе ручка не скользящая, уверенно сидящая в руке. Единственные нюансы город мира головы, некоторые говорят, что где-то там что-то неудобно заходить. Ребята, вот взяв его впервые в руки, возможно вы так и можете сказать, но если вы то же самое скажите после того, как вы взяли в пятый, десятый, пятнадцатый раз в руки, я вам не поверю. Потому что привыкаешь очень быстро, и он везде заходит, и все бреет. Это не станок, это просто лялечка. Это вещь, это... Это вещь. Хороший станок. Лезвие пермошар. Подвигал, не ожидал, понравилось. Хочу еще. Масхэв. Просто супер. По остроте, по остроте мне они понравились, я не пойму еще куда их на какую полочку запихать. К персона платину, вообще к персоне. Ну, да, они такие же острые, но они как-то, мне кажется, чуточку какую-то вот агрессивность все-таки добавляют. То есть, знаете, вот какая-то такая вот тревожная тонкая линия идет, и мне, ну, не шали, не шали. Она мне дворала, видите, высветила. Не шали, не шали. Я вовремя этого не просек, а надо было. С персона бы навряд ли такое случилось. И тем не менее, это не факт них разочаровываться, не повод них разочаровываться. Это обалденные, хорошие, шикарные лезвия. Мне очень понравились. С удовольствием бы их погонял еще в других станках. Ребята, те, кто еще не нашел свои лезвия, если где-то что-то как-то увидите, и у вас будет возможность вот такую пальчику закинуть, кидайте, кидайте, не ошибетесь. В любом случае, если даже они вам не зайдут, они вам дадут какой-то опыт. А опыт этот бесценным точно будет, потому что это не какие-то тупые, загнанные так себе лезвия. Это хорошие, острые. А вот зайдут, не зайдут на том станке, что у вас есть, это вы как раз сможете проверить. Мыло, Труфит Хилл, лялечка моя, вкусняшка, 5 баллов за все. Структура пены 5, сбитие пены 5, долгоиграющая пена 5, скольжение станка 5, после того, как ты прошел с кремом, у тебя там на физе остановится 25, запах 325. Ребята, я этому мылу могу спокойно поставить, крему спокойно поставить 9. 10 не поставлю, только из-за того, чтобы оно не зажралось и у него крышу не снесло. То есть у короны поднимется. Отличное, обалденное, шикарное мыло. Раньше у меня был один крем КД, теперь у меня их два. И этот тоже. За что я его так полюбил, ребята? По экономичности, кстати. Экономичность тоже 5. Пожалуй, по тем бритвинам, которые у него есть, он меня устраивает полностью и даже дает больше, чем я ожидал. Это полностью и даже больше выражается в том, что он поначалу очень-очень-очень даже такой плотный. Я вот сейчас даже думаю, а как с ним работать-то без чаши? Потому что если ты чуть-чуть, вот совсем маленько набрал в помазок и потом зашел на лицо и не знал, что делать, потому что она у меня пена реально здесь густая, ее нужно разбавить. Как водичкой? Какая водичка, когда это все больше и больше и больше становится? И закралась мысль. Или если ты работаешь без чаши, заходишь на лицо не так много, его там нужно уменьшить в два раза, а то и в три. Или если уж ты берешь только на помазок, то дуй в чашу, там даже если ты себе вот этот алебастер делаешь, ты всегда можешь добавить нормально воды и сделать сразу нормальную пену. То есть вот эту загадку-то поставил. Короче, обалденная, классная, но запах, ребята, добил. Добил и покорил. Из того, который есть на описании, я разгадал всего лишь сандал. И сандал не ярко выраженный, а он какой-то... Вы стоите на берегу океана, заход солнца. Самого солнца уже не видно. Но вот эти отголоски, знаете, вот эта вот линия, которая соприкосновение неба и самого океана, она такая, знаете, бордово-алая. И вам говорят, смотри солнце, солнца-то нет, есть отблески. Но они такие, сука, красивые. Вот и здесь тебе говорят, сандал, сандал. Не увидел я этого сандала, но я знаю, что он здесь есть. Потому что я его почувствовал. Здесь нет контрастной на 100% картинки. О, с надписью сандал. А здесь есть фон размыленная. И ты понимаешь, что это именно сандал, не что-то другое. Там не каким-то перцем насыпали, там не какой-то там корицы или еще чем-то. Именно сандала. Но он, знаете, как струящаяся девчонка. То есть она, вот поймай меня, ты ее только схватил на хлоп, ускользнул. Ты думаешь, да ну тебе нафиг, надоело ты уже. Она раз тут же появляется снова. Ну ты что, не можешь, что ли, и опять тебя зацепляет. Вот здесь вот что-то такое есть. То есть оно неуловимо, скользящее, приятно, радостное. И вот в сочетании с теми всеми нотами, какого-то лимонника еще. Я вообще его там не нашел, лимонника, в описании. Но я чувствую вот эту яркую лимонную составляющую. Не химозную, а совершенно чудесную. Ребята, запах бомба. Я не могу говорить за всех, я говорю за себя. Ребята, я чумею с этого запаха. Это обалденная, классная, шикарная вещь. Этот крем меня перевернул точно так же, как в свое время КД. И в свое время Наня Селесоба. Арабику вот эту вот прислала, вот эту красную мыло. Это, знаете, это какое-то откровение. То есть вот запахов много. Этот хороший, этот чуть-чуть, тут мало, тут много. Этот вообще обалденный. А вот знаете, вот яркой вспышки, они попадаются не так часто. Вот это мыло для меня яркая вспышка. Нафиг на полочку, никаких этих самых розыгрышей. Манё, никому не отдам. Обалденное, шикарное мыло. Спасибо опасной бритве РФ за то, что дали это попробовать. И к этому, моему впечатлению, добавляется еще одно. Это удивление. Когда ты у фирмы, у какой-то там, берешь один продукт, второй, третий, пятый, десятый. И они себя показывают вот так, 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 так и так. Ну, ты со временем начинаешь думать, что все продукты у фирмы такие. Ну, если уж первый, второй, третий, пятый был такой, то и двадцать пятый будет такой. А нет. Бывает в мире исключение. Приятно из любых правил. И вот прямое тому доказательство. Да, это Trufit Hill. Но не тот Trufit Hill, который мы недавно, совсем, накануне пробовали. И там было грустно на третий проход, потому что смотреть было не на что. Крему как будто стыдно было. Он скис и говорит, ну, блядь, не снимай меня. Ну, не сегодня, у меня, помоются, у меня критические дни. А этот стоял полный рост. Как гардемарин до конца, грудь вот так встал. Да, снимай, смотри, вот он я такой. Я вообще вот так вот могу. Вот, вот. Удивили и этим тоже. Красавцы, просто красавцы. Помазок. Помазок и удивил, и не удивил. Не удивил, потому что третий волос уже выдергиваю. У кабанчиков, сами знаете, это время от времени случается. Кто-то меньше, кто-то больше. Ну, все они любят поплеваться волосами. Пока они распушатся, пока не устаканятся. Удивил, удивил своей работой. Она, вот, когда ты берешь кабана в руки, да, ты рассчитываешь на какую-то такую упругую дерзость. То есть на какой-то стержень. И ты думаешь, сейчас вот ты будешь пытаться договориться с этим стержнем, чтобы там вот это сделать, так это сделать. Здесь договариваться не с кем. Ты его только к лицу поднес, он так, короче, я понял, что ты хочешь, давай сделаем так, так, так и так. Он сам все делает, сам. Ну, был бы он хотя бы соплей, но не упругим. Что раз и квашня. Но нет. Он и не экстра твердый, и не сопля. Он где-то посередине. И вот этот фактор, он меня как-то вот все-таки удивляет. И он делает этот помазок для меня удивительным. Потому что, ну, кабанчики как бы есть, и все они ведут себя несколько иначе. Они хорошие, отличные кабаны. Но этот, этот вставит себя на отдельную ступень, пожалуй, за счет того, что у него нет той излишней твердости. Ну, как вам сказать-то. Вот он чуть-чуть на ступеньку ниже потвердости стал, и за счет этого он не стал хуже. Он показал новые качества, и эти качества мне понравились. Вот так, наверное, будет верно. Прибавьте к этому, что, наверное, строение узла, в котором яки уже начали, я думаю, все-таки разбираться. Потому что дело из одного и того же материала, куча помазков, все помазки разные. Это можно только строением узла добиться. И глубина его посадки больше чем. Я не знаю, чем больше. Они это умеют, потому что из всех восьми они сделали все разные, ни одного одинаково. И я думаю, что благодаря вот этому своему умению, они из этого помазка сделали именно такой помазок с такими качествами. Понравился ли он мне 5, а однозначно 5. Ручка. Что вам за эту ручку говорить? Вы ее знаете и по Симожу, и по многим 13.05, и по многим другим. Это та ручка, которую ты взял, которую выпускать не хочется, потому что это сцепка тепловозная. И даже если ты захочешь выпустить, просто расслабь руку и держи. Он никуда не денется. Не, братан, я от тебя не отстану. Он сидит спокойно и все. Никуда оно не уходит. Потому что эргономика у него такая, видите? Ну, тут никак. Вот так все просчитано. Молодцы, ребята. Яки. Ну, вот, пожалуй, что и все. Добра вам, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Все самое новое, самое интересное будет на следующей неделе. И олдскул, и опасная бритва. Просто наберитесь терпения. Дождитесь следующего брития. Ну, а чтобы вам было легче ждать, я пошел на праздник. Буду бухать. Ну, проговорился. Как будто я вам этого не говорил. Ладно, хлопцы, давайте. Пока-пока. Рад был вас всех увидеть. До новых встреч. С вами был я, Вадим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова